Из фазы стабилизации перешли в фазу развития. Временно исполняющий обязанности губернатора Станислав Воскресенский встретился с сотрудниками завода «Автокран». Руку на пульсе предприятия глава региона держит с самого начала своей работы в Ивановской области. Перед Новым годом работникам выплатили долги по зарплате. Сегодня задержек нет. Возвращается уже забытое годовое примирование. Еще раз спросил, как у нас дела в заводе. Мы ему ответили правду. Все у нас хорошо, все налаживается. И ждем его дальнейшего внимания к нашему заводу, чтобы он нас не покидал и курировал. Фаза развития подразумевает в первую очередь продвижение продукции на внутреннем и внешнем рынках. На начало года у «Автокрана» было три дилера. Сейчас 108. Сами не ожидали от себя такой прыти. Что касается экспорта, то планы до конца года, они в количественном исчислении не поменялись. Мы хотим 65 единиц продать за рубеж. Но они сдвинулись на вторую половину года, поскольку там, помимо еще вот этого восприятия, которое мы пределили здесь, там еще вопрос организации все-таки сервисной с бытовой сети, он несколько сложнее. Мы же продаем не крановую установку, мы продаем автомобильный кран. Вопрос наличия шасси, особенно в дальнем зарубежье, где есть сервисные сети Камаза, Уралаза, Маза. Вопросы к Станиславу Воскресенскому были разные. Сотрудники рассказали о большом невостребованном конференц-зале на территории завода. Если он нужен городу, готовы делиться. Подняли тему ликвидированного пешеходного перехода через Лежневскую в районе автовокзала. Бесколесным горожанам неудобно. Станислав Воскресенский пообещал на обратном пути лично оценить дорожную обстановку на данном участке.